Баку Баку находится на берегу Каспийского моря, богатые нефтяные запасы которого в целом и определили экономический курс страны. Контрастом разгоревшемуся нефтяному буму является понятие возобновляемых источников энергии, которым приковано пристальное внимание всего мира вследствие болезненного осознания вреда, наносимого от использования нефти в крупных масштабах. Адра начала конструировать аналог генератора, успешное завершение которого станет настоящим прорывом в гонке за землю. возобновляемыми источниками энергии. Адра также участвует в озеленении Азербайджана, обучении вынужденных переселенцев и людей, оказавшихся за чертой бедности, а также содействует сотрудничестве и взаимодействии фермеров, имеющих молочное производство. Мы пытаемся возобновить древние забытые технологии, основанные на законах природы. Если возродить и совместить их с современными технологиями, существует твердая надежда на настоящую революцию в сфере энергодобычи, которая придет на смену старым, нерациональным методам. В течение 2010 года только в Соединенных Штатах было сожжено около 18 тысяч литров бензина. По подсчетам Виктора Шаубергера, чтобы сжечь столько бензина за одну секунду, потребуется 40 тонн кислорода. Однако пройдет еще 600 лет, чтобы одно дерево могло выделить такое количество кислорода. Еще одному дереву потребуется 440 лет, чтобы наладить уровень углекислого газа, произведенного в ту же секунду. Вырисовывается явная картина предстоящего будущего. Если принять во внимание, что только 30% суши покрыто лесами, по сравнению с более чем 60% всего лишь несколько десятков лет назад. Виктор Шаубергер являлся австрийским лесничим, естествоиспытателем, философом и изобретателем, имитировавшим природу. Он конструировал силовые приводы для самолетов, кораблей, самоочищающихся труб и устройств по очистке воды. Будучи изобретателем, как он сам ее назвал, технологией имплозии, Шаубергер развил свои собственные теории по энергодобыче, основанные на вихревом движении жидкости и на самом понятии движения в природе, в частности, на механизме движения горной форели. В период Второй мировой войны большая часть работ Шаубергера, включая патенты, чертежи и опытные образцы, были конфискованы или уничтожены. Несмотря на это, труды Шаубергера, основанные на наблюдениях за природой, продолжают являться источником вдохновения для многих людей, вовлеченных в зеленое движение. Адра вложила время и усилия, чтобы собрать и заново изучить информацию о его изобретениях и принципах, управляющих природой. Особый интерес вызывает концепция, выдвинутая Шаубергером о всасывающей турбине, которая может производить электричество под воздействием мирных атомных сил посредством комбинированного использования уникальных свойств воды, углекислого газа, меди и биополярных элементов. В 1952 году, во время опытов, проводимых по указу германского правительства, профессор Штутгородского университета Франц Поппел подтвердил воздействие, оказываемое на воду в движении, медными трубами конусовидной спиралеобразной и нарезной форм, специально разработанных Шаубергером. Фрэнсис Бекон, живший за 300 лет до Шаубергера, уже знал, что мы не можем управлять природой иначе, чем подчиняясь ей. За последний период времени Адра работала на конструирование опытного образца всасывающей турбины, соответствующей концепции Шаубергера. Всасывающие турбины приходят в действие не благодаря сгоранию ископаемого горючего, а под воздействием естественных происходящих атомных мощностей воды. Три основных принципа действия всасывающей турбины в следующих этапах. Следует позволить воде двигаться естественным образом, зарядить воду энергией посредством катализаторов, использовать соответствующие и одновременно взаимодополняющие и чередующиеся силы, такие как всасывание и давление и так далее. Всё естественное динамическое движение состоит, по крайней мере, из трёх основных типов движения — орбитального, вращающегося и циркулярного. В совокупности они образуют сложную форму, называемую спиралевращательное движение, которым пользуется природа для построения, конструирования и очищения. Этот вид движения повсеместно наблюдается в самой природе, в перемещении воды и воздуха. По мнению Шаубергера, если вода движется спирально-вращательно, то она создаёт меньше трения. Помимо уменьшения трения, диамагнитные катализаторы приводят также воду в движение. В природе катализаторы биополярны. Золото, медь и известняк отрицательно заряжены, в то время как серебро, цинк и кремнии положительно заряжены. При точном размещении этих элементах во внутреннюю часть всасывающей турбины, их противодействующие заряды также приводят воду в движение. Большинство современных турбин создают вращательное движение в основном благодаря одному из видов силы – тепловому или центробежному давлению. Принцип Шаубергера сочетает в себе две противоположные, но взаимодополняющие силы – всасывание и давление, которые создают очень сильный эффект, но без теплового образования. Небольшой электрический модор приводит в движение турбину и повышает скорость до 3000 оборотов в минуту. Эффект вентури создает низкое давление у быстро двигающихся веркушек конечных частей сопла и вытягивает воду наверх из нижнего сосуда. Выходящая вода создает отдачу, приводит к большому толчку и более высоким скоростям винта. Когда ротор достигает более высоких оборотов, всасывающая турбина действует сама по себе и может быть использована для выработки электричества. Адра уверенно продвигается в исследовании возобновляемой энергии благодаря недавнему успеху в опыте по фильтрации воды в аквакультуре. Даже после двух месяцев использования вода в этом пятиугольном аквариуме с одной рыбой продолжает оставаться чистой и прозрачной. Пока вихреобразный поток и вода двигаются соответствующим образом, с использованием таких катализаторов, как медь, серебро и цинк, вода продолжает оставаться чистой без помощи механических фильтров. Этот опыт продолжается, и данные проверяются ежедневно. Еще одним успехом Адры можно считать водяной насос, приводимый в движение без электричества. Этот гидравлический насос изготовлен из готовых доступных материалов и несложен в применении. Насос вращается со скоростью около 6 оборотов, что гарантирует более долгий срок эксплуатации. Ковш черпает воду один раз при каждом вращении, и гравитационная сила, сжимая, продвигает ее далее вниз по спиралевидной трубе. После каждого зачерпывания воды воздух всасывается в трубу и приходит в сжатое состояние до следующего зачерпывания. В то время как сжатый воздух естественным образом пытается расшириться, он выталкивает воду на высоту 25 метров и более. Один из последних опытных образцов, изготовленных Адра, на данный момент может качать 8,5 тысяч литров в день. Адра уверена, что в дальнейших разработках возможно сконструировать еще более мощный и эффективный насос. Это простое технологическое устройство может внести большие изменения в ежедневный труд азербайджанских фермеров. В то время как многие ищут решения нашим современным проблемам, природа сама предлагает идентичные или даже большие возможности. Азербайджан страдает от повсеместной вырубки леса и увеличивающихся последствий опустынивания. Большинство этих проблем являются следствием глобальных климатических изменений в сочетании с уничтожением лесов в последующие и после получения страной независимости года, так как люди были вынуждены срубать деревья для отапливания помещений. Начиная с 1999 года, в соответствии с мероприятиями, проводимыми Азербайджанской республикой по озеленению, спонсируемые Департаментом сельского хозяйства США, а также с помощью других неправительственных и государственных организаций, Адра создала 8 питомников для саженцев, раздала и посадила более 2 миллионов деревьев в деревнях, вдоль автотрасс, а также на окраинах Баку. Следуя девизу Адра «Изменяем мир, изменяем жизнь», были организованы два центра специализированного обучения, где с 1999 года прошли обучение более 5000 вынужденных переселенцев, беженцев и других представителей незащищенных слоев населения. Курсы, предлагаемые в Центре специализированного обучения, дают их участникам практические навыки и уверенность при поисках работы, а также возможность поддерживать свои семьи посредством самостоятельной предпринимательской деятельности. В перечень проводимых курсов входят курсы косметологии, прикладного использования компьютеров, ремонт компьютеров, кройки и шитья, вязания и сварочного дела. Курсы неспециализированного обучения включали английский язык, бухгалтерский учет и бизнес-менеджмент. Курсы, срок обучения которых варьируется от 5 месяцев до 2 лет, пользуются большим уважением среди участвующих сообществ, благодаря высокому качеству преподавания, целесообразности, преподавания практических навыков, честной и транспарентной системе оценивания и сертификации. Выпускники успешно находили работу не только в местах своего проживания, но и за их пределами, а также основывали собственные устойчивые малые и микропредприятия. В качестве продолжения недавно завершенного сельскохозяйственного проекта по выращиванию картофеля и люцерны, а также по животноводческому хозяйству, который спонсировался сельскохозяйственным департаментом Соединенных Штатов, Адра проводит демонстрационный проект по развитию молочного производства «Цепочка добавочной стоимости молока». Проект направлен на увеличение качества и количества сырого молока, а также содействует на становление системы контроля качества молока посредством технической поддержки проведения тренингов и консультирования. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Адра стремится помочь Азербайджану стать инновационным центром развития возобновляемых источников энергии, которые могут оказать влияние на другие развивающиеся страны, где электричество считается роскошью. Во время пребывания в Азербайджане в течение последних 18 лет работа Адра перешла из внимания на начальном этапе усилия по оказанию помощи к инициативам и мероприятиям, которые способствуют устойчивому будущему развитию общества. Субтитры создавал DimaTorzok